Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! Зима у нас в разгаре, Новый год позади, а день уже начал пребывать. Как только начинает пребывать день, вот сразу хочется идти в магазин, покупать какие-то семена, растения. Вот не знаю, вы из таких или нет, но я точно из таких. Поэтому, несмотря на то, что еще январь месяц, уже стоит запланировать покупку тех или иных семян. Впереди у нас рассказ о неприхотливых томатах, очень продуктивных томатах, о перцах, о многих-многих огурцах и так далее, и так далее, о многих растениях. Но сегодня я вам расскажу о растении, которое нужно сажать на каждом, абсолютно на каждом участке. Даже если вы его не очень любите потреблять в пищу. Почему? Потому что оно поможет нам справиться с различными проблемами. В первую очередь, с вредителями. Вот существуют группы растений, таких болезных, которые цепляют на себя буквально все болезни. Какие-то капризные, какие-то прихотливые и так далее, и так далее. Но есть и наши огородные растения-помощники. Среди растений-помощников есть особые ловцы различных вредителей. И одним из наиболее трудно поддающихся контролю вредителей является тля. Тля это заселяет буквально все растения. Плодовые, ягодные, садится на капусту, на огурцы, на что только тля не садится. Буквально на всех растениях эту тлю можно найти. На картофеле даже, но много-много-много на чем. И есть такие растения, которые эту тлю завлекают на себя. И поэтому другие растения уже не так сильно подвержены атакам этих тлей. То есть тля их очень сильно привлекает. Наряду с тем, что такая, например, болезнь, как мучнистая роса, практически для каждого растения своя. И это из области мифов садоводческих, что, например, от флоксов могут заразиться виноград и, там, например, огурцы или кабачки. Или наоборот, от кабачков мучнистая роса перенесется там на какие-то другие растения. Нет, каждому растению, буквально каждому растению своя мучнистая роса. И они друг друга не особо перезаражают. Но так вот тлей тоже очень много. И буквально каждому растению какая-то своя тля. Видов тлей очень много разных. Там и персиковые, и гороховые, и бобовые. Там они и черные, и коричневые, и красные, и желтые, и зеленые, естественно, тля, и всякое разное. Но вот это растение, оно как раз ловит на себя разнообразнейшую тлю. И тли так любят это растение, что оно прямо ловит все виды, какие у вас в огороде будут. Они все окажутся на этом растении. И это растение не что-нибудь иное, как самая моя любимая кукуруза. Вот посмотрите. Видите кукуруза? Вот почему кукуруза? Ну, например, подсолнечник тоже на себя тлей ловит. Причем огромное широкое разнообразие этих тлей. Но кукуруза мне нравится больше, потому что на кукурузе этих тлюшек можно не только ловить, но еще и травить. Сейчас поясню. Каким образом необходимо использовать кукурузу для ловли разнообразных вредителей? Ну, тлей в первую очередь. Ну, кстати, есть очень серьезные статьи, в которых написано, что высадка кукурузы по меже с картофелем в значительной степени снижает зараженность картофеля. Чем бы вы думали? Вирусами. Почему? Потому что тли как раз являются главными переносчиками вирусных заболеваний. И не только вирусных заболеваний. Поэтому, если вы хотите использовать ловлю на кукурузу этих тлюшек, то в этом случае вам надо с подветренной стороны, потому что тля всегда летит по ветру. У нее крылышки слишком слабенькие, чтобы против ветра летать. Она все время по ветру летит. И вот там, где у вас превалирующие ветра, вы должны с той стороны посадить на помеже ваших грядок, капустных, огуречных, каких бы там ни было еще, посадить целые ряды вот этой вот кукурузы. Примерно кукурузу для ловли тлюшек надо высаживать на семечко от семечка на расстоянии примерно 20 сантиметров. Надо, чтобы она широко распустила листья, и обязательно надо сеять не меньше, чем в две строчки, в шахматном порядке. Расстояние между двумя строчками надо делать примерно 50-70 сантиметров. У вас будет тогда сплошная стена из кукурузы, на которую тлюшки, конечно, очень хорошо упрутся и не будут атаковать ваши растения. Вдоль капусты, вдоль огурцов, вдоль любых растений, которые подвержены атакам тлей. Надо эту кукурузу сажать. Ну, если вы едите эту кукурузу, то просто посадили эту кукурузу и все. И пусть она ловит этих тлюшек, а потом уже что там из початков получилось, наломали и съели. Но если вы высаживаете эту кукурузу только для того, чтобы ловить тлей, для этого, ну, не обязательно на самом деле. Вот это очень вкусная, очень вкусная гибридная кукуруза, сахарная. Вот смотрите, профогород вот такой вот серии. И вы можете ее вполне, вот этот профогород, там очень профессиональные семена от мировых производителей сортов и гибридов овощных растений разных. Вы можете у Биоцона, Валберис, например, эти семена, пожалуйста, заказывать. Но если вы высаживаете эту кукурузу только для тлюшек, от тлюшек, да, то в этом случае вы можете брать и обычную самую, ну, самую, какая только есть, фуражная там и прочая другая кукуруза. Не обязательно там прям вкусная, сладкая, чтобы она была. Почему? Потому что вы можете раз в две недели эту кукурузу опрыскивать системными инсектицидами, например, такими, как октара. Почему? Потому что если вы просто высаживаете кукурузу, то кукуруза задерживает лед тлей, собирает их на себя, все понятно. Но если вы будете октары обрабатывать, то вы будете не только ловить этих тлюшек, но они еще будут и там погибать. То есть тлюшки будут туда садиться, напиваться сока этой кукурузы и погибать. Садиться, напиваться сока и погибать. В этом случае, конечно, потреблять в пищу кукурузу можно будет только хотя бы через 21 день от даты последней обработки. Но можно и вообще ее не потреблять в пищу, если какая-нибудь фуражная, если это именно такое, как бы сказать, техническое, биотехническое растение, которое предназначено для ловли тлей. Таким образом, вы кукурузу можете размещать по всему своему участку. И вдоль плодового сада, и вдоль клубничных грядок, и вдоль овощных грядок. Везде, везде, везде с подветренной стороны делайте такую стеночку, и вы просто можете забыть об этих тлях, особенно на культурах, которые тяжело поддаются искоренению тлей. Ну, та же капуста, то есть какие-то овощные растения, там укроп, хотя вот считается, что укроп, там прямо ароматические тлей этих отгоняют, но на самом деле они все равно подвергаются атакам тлей. И потом, конечно, тяжело очень избавиться, особенно на зеленых растениях, на ранних овощных растениях, потому что все эти опрыскивания синтетическими пестицидами, они являются нежелательными, можно сказать, под запретом. А что касается каких-то прочих способов контроля, там мылом каким-то обрабатывать, мыльно-масляной эмульсией, ну то можно, но тоже укроп, там какую-нибудь кинзу не очень-то побрызгаешь этим мылом, потому что, собственно, ну потом не очень приятно это кушать. Поэтому кукурузу рассаживайте очень-очень широко, такими стеночками, стеночками-стеночками по своему участку. Ну, теперь вы понимаете, почему, хотя тот же подсолнечник вполне обладает похожими свойствами, но из-за того, что подсолнечник посещается пчелами, опрыскивать его системными инсектицидами совершенно нежелательно, потому что пчелки прилетают, берут нектар, нектар будет ядовитым, и это плохо влияет на пчел. А кукуруза ветропыляемая, ее пчелы, конечно, посещают, но гораздо-гораздо слабее, только когда им не хватает пыльцы, они могут там что-то такое на этой кукурузе прихватить. А так-то в основном кукурузу посещают только вредители. Среди вредителей, которые могут посещать кукурузу и ловиться на кукурузу, стоит также вспомнить и божью коровку, вот этого орликина, гармонию, которая стала в последнее время очень активно атаковать наши посадки и вредить нашим посадкам. А также на кукурузу вы переловите и множество разнообразных клопов, поэтому если у вас огурцы те же, там или еще какие-то растения подвергаются атаке клопов, то вот эти кулисы кукурузные в особенности в сочетании с обработкой инсектицидными препаратами, каждые две недели, Актару там по инструкции или любой другой, который вам доступен в вашем регионе, вы, соответственно, избавитесь от вредителей без нанесения на эти целевые пищевые растения каких-либо ядов, инсектицидных препаратов или каких-либо других препаратов для борьбы с опасными вредителями. Что ж, в обязательном порядке используйте вот этот вот метод защиты от вредителей путем ловли на растения ловушки, и вы увидите, насколько здоровее и лучше станет ваш огород. На этом я прощаюсь с вами, до самой скорой встречи.